МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем путешествие по России. И на этот раз маршрут наш пролег по исконно русской ярославской земле. Как много заложено в этих словах. Дыхание веков, героические подвиги ярославцев, сокровищница русской культуры. Я надеюсь, что вы полюбите эту землю, такой, какой я увидел ее своими глазами, глазами путешественника, немного музыканта, немного историка, немного краеведа. Одним словом, глазами заинтересованного, любопытного человека. Начнем наше путешествие с древнего города Ярославля, которому в 2010 году исполнилось тысяча лет. Ярославль – первый русский христианский город на Волге. Когда-то на этом месте стояло несколько селищ, одно из которых, расположенное рядом с языческим святилищем, называлось «Медвежий угол». По приказу ростовского князя Ярослава, будущего великого князя киевского Ярослава Мудрого, его воины захватили поселок, сожгли главное языческое святилище. Сам князь зарубил топором священного медведя, впоследствии изображенного на гербе города. И на неприступном мысу над Волгой срубили деревянную крепость для защиты пути по речке Которосли к Ростову Великому, а также как центр христианизации и торговли. Точная дата основания Спасо-Преображенского монастыря неизвестна. Предположительно, это начало XIII века. Никоновская летопись того времени гласит, князь Константин заложил в Ярославле каменную церковь и монастырь Святого Преображения. Но князь не ограничился только строительством новых храмов. Здесь было открыто первое в северо-восточной части Руси духовное училище. В монастыре хранилась великолепная, очень богатая библиотека, в которой было множество греческих и русских рукописных книг. Спасо-Преображенский монастырь всегда пользовался особенным покровительством Великокняжеского, а затем и Царского дома. Сам Иван Грозный неоднократно посещал его, и при его участии Спасо-Преображенский собор был расписан, а монастырь получал постоянные дары. Сохранилось целых 55 жалованных царских грамот. Иван Грозный – автор многочисленных посланий, музыки, а также текста к службе праздника Владимирской Богоматери, канона Архангелу Михаил. И, может быть, Иван Грозный здесь, в Спасо-Преображенском соборе, слушал распевы Федора Крестьянина, которые особо почитались ими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Архитектурный ансамбль Спасо-Преображенского монастыря занимает достойное место в истории древнерусской архитектуры. Он складывался на протяжении многих веков и в настоящее время представляет собой комплекс построек, созданных в разное время. Сейчас здесь разместился Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник. Но, как и в давние времена, под стенами монастыря, в праздничные дни, на открытом гульбище, веселился русский народ, так и сегодня здесь можно увидеть выступления фольклорных ансамблей. Ведь мы попали в Ярославль в масленичную неделю. Ой, заря ты, зорюшка, зорюшка, вечерняя, ой, лёли, лёли, Зорюшка, вечерняя, зорюшка, вечерняя, Солнышка восхожее, ой, лёли, лёли, Солнышка восхожее высоко, Солнце всходило далёко, светило, Ой, лёли, лёли, И далёко светило, и на лес, и на поле, И на синее море, ой, лёли, лёли, И на синее море, как на синем-то море, Там лежала досочка, ой, лёли, лёли, Там лежала дубова, как по этой досочке, Да никто не хожевал, ой, лёли, лёли, Да никто не хожевал, да никто не хожевал, Никого не вожевал, ой, лёли, лёли, Никого не вожевал, перешёл, Да Ванюша перешёл, Васильевич, Ой, лёли, лёли, перешёл, Васильевич перевёл за собою молодую барыню, Ой, Лёли, Лёли, молодую барыню, молодую барыню, Ой, да свет Марьюшку! Ой, Лёли, Лёли, ой, да свет Марьюшку! Масленица, пожалуй, в самый что ни на есть русский праздник, сохранившийся ещё со старых времён. Масленичная неделя буквально переполнена играми и затеями. Честная, широкая, весёлая, объедуха. На Масленицу самое распространённое блюдо – это блины. Такие круглые и горячие. Наевшись блинов досыта, гуляй и развлекайся. Было у тёщи семеро зятьёв. Эх, было у ласковой семеро зятьёв. Гришка, зять, Микишка, зять, Захарка, зять, Макарка, зять, Дементий, зять, Клементий, зять. Ванюшечка, душечка, любимый был зятьёв. Эх, Ванюшечка, душечка, Любимый был зятьёв. Стала их тёща блинами угощать. Эх, стала их ласкова блинами угощать. Гришки, блин, Микишки, блин, Захарки, блин, Макарки, блин, Дементий, блин, Клементий, блин. Ванюшечки, душечки с горошком пирожок. Эх, Ванюшечки, душечки с горошком пирожок. Стала их тёща домою провожать. Эх, стала их ласкова домою провожать. Гришки, шею, Микишки, шею, Захарки, шею, Макарки, шею, Дементий, шею, Дементий, шею. Ванюшечки, душечки по буйной голове. Эх, Ванюшечки, душечки, по буйной голове. Дорогие друзья, мы продолжаем путешествие по Ярославской земле и направляемся в небольшую деревню Мартынова, что в Мышкинском районе. А живут в Мартынове. Кацкари. Кто же такие кацкари? А это малоэтническая общность русского народа. Есть у кацкарей свой этнографический музей. И знакомые с детства, и давным-давно позабытые детали деревенского быта здесь тщательно собираются и сохраняются. Всюду старинный дух. В деревянных избах, в резных наличниках, а главное, в необыкновенной привязанности жителей к своему кацкому краю, известному по документам еще с 1461 года. У кацкарей существует предание о том, как появился в них народ. Давно это было. Напал на нашу землю враг. Все, кто вышел с ним сражаться, погибли. Некому было хранить героев. Так и лежали они без погребения. И воды напились смертельным ядом. Немногие уцелевшие страдали от жажды. И всех спас какой-то сообразительный мужичок, найдя в русле реки родник. Студенная водица билась одна, но тут же смешивалась с отравленной речной водой. Мужичок взял катку, выбил днище и посадил ее на родник. Ядовитую воду он вычерпал, и вскоре наполнилась катка чистой ключевой водой. Все туда ходили, говоря, пошли на катку. У кацкарей много особенностей. И катский диалект, и катский фольклор, который представлен небольшими стихами и деревенскими пьесами. И масленичные обряды у кацкарей имеют свое своеобразие, в чем вы сами сейчас сможете убедиться. Ну, это дарома, дарома, Егорушка. Да не больно. А с чего же? Да тоже. Ну, а чего, как же опять? Так же, убайки. Ну? А не в полюшке балохало-то, ведь. Так чего стоишь? Чего ждем? Давай его в полюшку. О, и его, и его, Егорушка. Ох! Гляженная, чтоб дарома у нас пришла масленка. Примаскарина масленка. А мы масленку дожидали, О, кошечки догадали. Примаскарина масленка. Примаскарина масленка. Оставим-ка скорее догуливать в масленицу. А вас, дорогие друзья, приглашаю в небольшой город Мышкин, что стоит на высоком берегу Волги напротив устья реки Юхати. Этот городок изначально был обречен на прелестное своеобразие. Шесть холмов, шесть ручьев, а вражистые скаты к Волге придают живописность и привлекательность провинциальному городу. В нем шесть с половиной тысяч жителей. Среди городов древней Ярославской земли он самый маленький. Всегда таким был. Таким и остался. А почему город получил такое забавное название – Мышкин? На этот вопрос отвечает бытующая здесь легенда. Как-то раз один князь после охоты прилег отдохнуть на высоком берегу Волги. Он проспал несколько часов, а разбудила его Мышка, пробежав по лицу. Князь вначале разгневался, но затем заметил подползающую змею. Мышка, выходит, спасла ему жизнь. Тогда он собрал дружину и велел построить на этом месте часовню во имя святых Бориса и Глеба. Вокруг храма возник город и стал называться Мышкин. А коли получилось так, что есть на земле город с таким названием, то где же лучше быть единственному в мире музею-мышу? Конечно, здесь он и создан. Здесь и веселит, и радует жителей города и их гостей. А идея создания такого музея улыбки любезно подарена старым другом города, столичным журналистом Ильей Медовым. Он и привез в Мышкин первые экспонаты музея. Мышей из Германии, Польши, Франции. Конечно же, не живых. А веселые игрушки из самых разных материалов, самых разных сказочных обличьях. А началось все в 1990 году. И с каждым годом известность забавного музея возрастала. Вот он в русском Гиннесе, книге Дива. Вот уж ему поступили подарки из 48 российских городов. Вот уж о нем узнали даже в далекой Японии. Появились уникальные мыши, сделанные в единственном экземпляре специально для музея. В мире есть два памятника этому зверьку. Один в Америке, другой в Китае. И один музей мыши в маленьком городке Мышкине. Надо сказать, этот город существовал уже в 11 веке. К сожалению, он простоял недолго, пострадал в войне новгородских и суздальских князей середины 12 века. А в 13 веке был полностью уничтожен татарами. Позже Мышкин был отстроен как село. Ходили мышкинцы в матросах, водоливах, бурлаках, крючниках. Отвечали за перевозку грузов. Жизнь Мышкина во многом определялась Волгой-матушкой, о которой сложено немало песен. Ты скажи, скажи, Волга-матушка, И с таки дубин начинаешься. Полноводная, величавая, В небо красу свою наряжаешься. Полноводная, величавая, В небо красу свою наряжаешься. Выйду солнышком берега твои, Загляну волну говоримую, За твою душа песню звонкую, Песню звонкую бесчастную. Про твои рукав, про твои леса, Что споила ты нам на счастье, Волга-больная, я люблю тебя, И в погожий день, и в ненасиен. Волга-больная, я люблю тебя, И в погожий день, и в ненасиен. Вот уже не одно столетие делают в Мышкине валенки И бережно хранят традиции производства этой обуви. Настоящий, исконно мышкинский валенок должен быть серого цвета. Ведь он производится из шерсти овцы определенной породы. Серых романовских овец разводят здесь уже очень долго. Их шерсть теплая, густая, Идеально подходящее сырье для валенок. И сейчас я приглашаю вас в Мышкинский музей «Русские валенки». Если заглянуть вглубь веков, То валенки, или как они еще назывались, катанки, Оказываются не такими уж русскими. Историки считают, что приоритет в изобретении валеной обуви Принадлежит степным кочевым народам. От кочевников этот вид обуви распространился и на Руси. Технология валяния передавалась из поколения в поколение. А потому у каждого умельца был свой секрет. И валенки получались особые. Раньше они стоили очень дорого. И позволить себе такую роскошь могли только состоятельные люди. Зажиточной считалась та крестьянская семья, Где валенки носил каждый. А в других хорошо, если была одна пара на всех. Валенки были дорогим подарком. Их передавали по наследству. Валенки приобрели широкое распространение Лишь в конце 19 века, Когда их начали изготовлять промышленным способом. Среди экспонатов музея есть не только серые мышкинские валенки. Здесь найдутся валенки всех цветов, Созданные в разнообразных стилях. Многие валенки украшены вышивкой, тесьмой, мехом. Над некоторыми работали профессиональные дизайнеры. Есть валенки-игрушки с носами, глазками и ушами. При этом практически каждая пара валенок, Представленных музею, Вполне пригодна для носки снежной, морозной зимой. Мы возвращаемся в Ярославль, Но по пути заедем в Свято-Введенский Толхский монастырь. Он расположился на левом берегу Волги, В нескольких километрах от Ярославля. Монастырь был основан в XIV веке Епископом Трифоном, В том самом месте, Где им была обретена икона Божьей Матери. Икона получила название Толгской, По имени речки Толги, Впадающей в Волгу на месте устроения обители. Через 78 лет после основания монастыря Наявленной иконе Матери Божьей Истекло мира, Которое оказалось целебным. О множестве чудес исцеления Повествует монастырская летопись. Через год после взятия Казани Царь Иван Грозный внезапно обезножил. Он не мог ни стоять, ни ходить. Вот через эти ворота Его внесли в Толгский монастырь. Он приложился к чудотворной иконе, Которая как бы осияла его светом И исцелила царя. Благодарный Иван Грозный Украсил икону драгоценной ризой. Впоследствии Иван Грозный Неоднократно делал богатые вклады в монастырь. На его средства была высажена Монастырская кедровая роща. В ней располагались аллеи в два ряда. Между ними были выкопаны пруды. К сожалению, те самые первые кедры Не сохранились. Но на месте каждого погибшего дерева Высаживают новые молодые деревца. Они растут здесь, в монастырской роще, Вдали от суеты и посторонних глаз. Сегодня древний свято-введенский Толгский женский монастырь Один из самых почитаемых монастырей Ярославской земли. А Ярославль гуляет широкую Маслевицу. В прощенный день, кажется, весь город вышел на улицу. На Руси масленичные гуляния Всегда были очень интересные и необычные. Вот, например, однажды Петр Великий На Масленицу в Москве Дал невиданный маскарад. По столице, длинной вереницею Разъезжало полсотни саней И множество судов различного вида И разной величины. И тащили эти суда Не только лошади, но и живые медведи. После кончины Петра Великого Масленичные маскарады прекратились До воцарения императрицы Елизаветы Петровны. В последние годы Ярославль, Как и другие города, Возрождает былые традиции празднования Масленицы. Вечером тысячи ярославцев вышли на крутой Волжский берег, чтобы проститься с Масленицей. Проводить зиму. Ведь Масленица – это завершение Важного этапа в жизни человека и природы. Это подведение итогов И начало нового земледельческого труда. Отгуляла, отшумела широкая Масленица И подошло к концу Наше путешествие по Ярославской земле. Конечно же, мы рассказали только о малой части Этого самобытного и очень интересного края. Надеемся, что вам понравилось путешествовать вместе с нами. И вы когда-нибудь сами побываете в этих местах И все увидите своими глазами. Встретимся через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»